Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Новый видос на канале, наконец-то. Сегодня у нас сравнение Redmi Note 7 и Xiaomi Mi 9T. Я уже, друзья, вижу, как вы пишете гневные комментарии. Эй, братуха, как ты мог сравнить Redmi Note 7 и Xiaomi Mi 9T? По сути, ты сравнил средний бюджетник и флагман. И вы абсолютно правы. Но почему же я всё-таки решил их сравнить? Потому что Redmi Note 7 и Xiaomi Mi 9T это одни из самых популярнейших телефонов. То есть я их сравнил по популярности, понимаете, друзья? Ну, теперь, когда вы поняли суть этого видоса, давайте приступим к сравнению. Первое, что мы сравним, это комплектация. Redmi Note 7. Сам телефон, кабель, адаптер, скрепка, мануал и чехол. Отличная комплектация. Xiaomi Mi 9T, по сути, всё то же самое. Телефон, кабель, адаптер, скрепка, мануал и чехол. Отмечу только то, что чехол на Xiaomi Mi 9T гораздо лучше. То есть этот чехол, по сути, не надо менять. Вы его купили и сразу же им пользуетесь без каких-либо проблем. На Redmi Note 7 всё-таки я докупил новый чехол. Тот, который подходит именно этому телефону. Здесь по плюсу каждому телефону. Второй момент – это время работы батареи. То есть, по сути, автономность. В течение часа или даже больше мы будем тестировать два этих телефона на производительность. Будем прогонять через разные тестеры. Допустим, тестер на батарею. И по прошествии больше часа мы посмотрим, насколько сел каждый телефончик. Напомню, что я их зарядил на 100%. И яркость выключена тоже на 100%. Wi-Fi включен и оба эти телефона без сим-карты. Друзья, пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Все ссылочки, друзья, в описании под этим видео. Там скидки на все телефоны, на Redmi Note 7, на Mi 9T, различные купоны. Все, что вам, друзья, нравится. Все есть на этом телеграм-канале. Обязательно проходите по ссылке и подписывайтесь. Третий момент – это производительность. Это действительно очень важно, потому что вы пользуетесь телефоном. И чтобы он не тормозил, у него должна быть хорошая производительность. В Redmi Note 7 всем знакомый 660 Snapdragon. Великолепно он справляется со всеми задачами. Видеоускоритель Adreno 512 тоже очень достаточно шустрый. Даже можно играть в игры и абсолютно без проблем. То есть тянет он почти что все. В данном случае версия 4128. И в Antutu он убивает приблизительно 143 тысячи баллов. Xiaomi Mi 9T 730 Snapdragon. Мне он очень понравился. Действительно, он такой предфлагманский-флагманский, можно так сказать. Видеоускоритель Adreno 618. 6 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR4X. И 128 гигабайт встроенной памяти. По встроенной памяти, видите, это два одинаковых телефона. Redmi Note 7. Есть такая версия, и это круто. Я себе взял именно такую версию, потому что мне нравится, чтобы у телефона не заканчивалась память. Поэтому здесь респект. В Antutu Mi 9T выбивает 213 тысяч баллов приблизительно. По железу, конечно, и по скорости здесь выигрывает Xiaomi Mi 9T. Понятное дело, потому что здесь более дорогой предфлагманский чип. Четвертый момент. Это экран. У Redmi Note 7 6,3 дюйма. Это IPS-матрица, Full HD+, разрешение. Xiaomi Mi 9T 6,39 дюймов. Это AMOLED-экран, Full HD+, разрешение. Экран очень важная часть. Понятное дело, мы смотрим видео, мы играем в игры. Может быть, просто ходим по соцсетям и так далее. Пользуемся. Если экран хорошего качества, то нас это не напрягает. И в том и в другом случае, друзья, экран очень хорошего качества. IPS-матрица проигрывает только при солнечном свете. Если на улице яркое солнце, то AMOLED-матрица справляется в разы лучше. То есть, ты видишь все иконки хорошо, без напряга. В Redmi Note 7 IPS-матрица становится более блеклая. Хотя, я хочу сказать, что и в Redmi Note 7 и Xiaomi Mi 9T, учитывая, что там IPS, а там AMOLED, отличные матрицы. И каждому телефону достается по плюсу. Пятый момент, друзья, это звук. Redmi Note 7 звук проверенный, хороший, но по сравнению с Xiaomi Mi 9T он более тихий и ему не хватает детализации. Xiaomi Mi 9T за свои деньги это один из самых лучших телефонов по звучанию. Потому что звучит он, друзья, просто-напросто великолепно. Давайте послушаем короткий отрывок на два этих телефона. Друзья, пока мы продолжаем, обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео. Не забывайте делать репост этого видео, пишите любой комментарий или что вы думаете по поводу этого сравнения. Всем хорошего настроения, а мы продолжаем. Шестой момент, скорость срабатывания отпечатков пальцев. Вот здесь вот Redmi уже действительно очень крут, потому что скорость срабатывания отпечатков пальцев у него просто запредельная. Ты еще не успеваешь прикоснуться к телефону, а он уже разблокируется. Это реально очень классно работает. Если вы любите скорость, то, конечно, это реально очень классная тема. Xiaomi Mi 9T, сканер отпечатков пальцев под экраны. И, понятное дело, он еще не такой шустрый, не такой разработанный. То есть технология немножечко еще сырая. И, конечно, он в плане скорости проигрывает. Поэтому здесь плюс достается Redmi Note 7. Седьмой момент, это дизайн двух этих телефонов. Один и второй телефон действительно очень красивый по дизайну. Особенно, что касается задней крышки. Xiaomi Mi 9T, такой вообще красавчик в любом его исполнении. А мой телефон цвет карбон, да, черный такой карбон. Очень красивый, конечно. Есть и синий, и красный. И они еще даже, по сути, красивее. Redmi Note 7 у меня вот переливающийся синий цвет. И, по сути, друзья, за свою цену один и другой телефон, они очень достойно выглядят. У Redmi Note 7 единственное, что может быть капелька такая немножечко топорная. Но это плюс-минус, друзья, на любителя. В целом, по дизайну, два этих телефона очень даже отличные. Хотя, друзья, дизайн это индивидуальный очень момент. Одному нравится одно, другому другое. В общем, здесь, друзья, по плюсу достается каждому телефону. Восьмой момент. Модули связи. В Redmi Note 7 4G LTE работает отлично. Все бенды есть. Все отлично работает. Wi-Fi есть 2,4 и 5 ГГц. Это тоже великолепно. Но NFC, к сожалению, нет. А в следующей версии Redmi Note 8. NFC обещают завести. Но там какой-то процессор хотят поставить от Helio MediaTek. Но это отдельная, друзья, история. Xiaomi Mi 9T. 4G LTE работает без проблем. Wi-Fi 2,4 и 5 Гц тоже есть. Но также здесь есть, друзья, NFC. И, конечно, здесь достается очередной плюс Xiaomi Mi 9T. Потому что NFC, друзья, ну, это классная функция, которая многим очень помогает. Девятое. Порты. В Redmi Note 7, наконец-то, уже USB Type-C. Зарядка 5 Вольт, 2 Ампера. Миниджек присутствует. И сим-лоток двойной. 2 nano-симки вы можете установить. Либо 1 nano плюс microSD. Xiaomi Mi 9T. USB Type-C есть. В комплекте Quick Charge 3.0. Миниджек присутствует. И сюда можно установить только 2 nano-симки. То есть microSD сюда никоим образом установить невозможно. Но, как я уже сказал, и в том, и в другом случае здесь 128 ГБ. Поэтому в дополнительной microSD пока что на удобной сети нет. Здесь достается плюс одному и второму телефону. Десятый пункт. Это фото-возможность телефона. И в одном, и в другом случае здесь стоит 48-мегапиксельная камера. Правда, в Redmi Note 7 это интерполяция. В Xiaomi Mi 9T это настоящая 48-мегапиксельная камера. Давайте посмотрим примеры фото на основные камеры. Итак, слева Redmi Note 7, справа Xiaomi Mi 9T, о чем свидетельствует надпись. Я сделал 2 фотографии на 48-мегапикселей. Давайте сделаем небольшой кроп и посмотрим на надписи. Сразу же видно, что справа у Xiaomi Mi 9T надпись более четкая. У Redmi Note 7 она начинает не понемножку расплываться. Но отмечу, что цифры с такого большого расстояния можно распознать и на одном, и на другом телефоне. Но детализация, конечно, на Xiaomi Mi 9T это действительно что-то очень крутое. Потому что на таком расстоянии он снимает. Мы делаем просто большущие-большущие кропы и телефончик вытягивает. Смотрите, здесь вот обратите внимание на жалюзи. Xiaomi Mi 9T все-таки более такое качественное, более плотное такое изображение. У Redmi Note 7 немножко завалы такие есть, но в принципе неплохо. Если обратить внимание на деревья, то есть отдельные волоски на Mi 9 SE видны. На Note 7 уже ничего, по сути, не видно. Следующая фотография 12-мегапиксельная. И здесь, по сути, ситуация чуть лучше у Redmi Note 7. По сути, по детализации плюс-минус они становятся где-то одинаковыми. Но Xiaomi Mi 9T все-таки снимает гораздо более четче, более интереснее. И в данном случае у него получились более яркие, более насыщенные тона. Фотография по цветопередаче. Таким образом передается цвет на двух этих телефонов. Xiaomi Redmi Note 7 более делает яркие такие снимки. У Mi 9T более-таки блеклые тона. Но это такой стиль в том и в другом случае. Я не могу сказать, что в одном это плюс, а в другом это минус. По фотовозможностям, конечно же, здесь побеждает Xiaomi Mi 9T без вопросов. Понятное дело, потому что там более премиальная камера. Далее 11-е. Это видео. Видео возможности. Давайте посмотрим примеры видео на одной и на вторую камеры. Это красивое Средиземное море. Мы снимаем на Redmi Note 7. Звук мы тоже пишем непосредственно на камеру. Давайте немножко стабилизацию проверим. Каким образом она срабатывает. Понятно, что Redmi Note 7 снимает гораздо хуже, чем Redmi K20. И здесь вопросов даже нет, друзья. Но надо было сравнить две эти камеры. Стабилизация, да и вообще картинка, плавность и все такое лучше, конечно же, на Redmi K20. Друзья, и так мы снимаем на Redmi K20. Таким образом он снимает. Звук мы пишем тоже непосредственно на камеру. Сейчас мы немножко потрясем камерой. Сейчас потрясем и обратите внимание на стабилизацию. В отличие от Redmi Note 7 здесь есть широкий угол и телеобъектив. Для камеры это прям реально классно. По видеовозможностям здесь тоже Xiaomi Mi 9T гораздо-гораздо круче выглядит. И очередной плюс достается ему. Следующий это фронталка. Давайте посмотрим пример фото на фронтальную камеру. Рассмотрим две фотографии на фронтальную камеру. По детализации Note 7 немножко проигрывает Xiaomi Mi 9T. Понятное дело, потому что здесь более такая премиальная фронталка стоит. И здесь, обратите внимание, волоски не видны. Брови тоже, да, если смотреть, детализация здесь пропадает. На 9T видны отдельные волоски. Прям вообще большой кроп. И обратите внимание на щетину, да, то по сути здесь ее нет. На Mi 9 SE она есть. По фронталке совсем чуть-чуть, но Xiaomi Mi 9T все-таки более премиальная фронталка. Она вот здесь выигрывает. Тринадцатый пункт это эргономика. На эргономику я стал обращать особое внимание, потому что насколько удобен телефон, насколько удобно им пользоваться. Это очень важный момент, потому что в повседневной жизни ты это понимаешь. Либо телефон очень большой, тебе неприятно, либо очень маленький. Допустим, как iPhone SE, все-таки экранчик уже совсем маленький и тоже неудобно пользоваться. В общем, два этих телефона по эргономике плюс-минус одинаковые. Почти что одинаково лежат в руке. Отмечу, что у Redmi Note 7 чехол, который заказал, делает его чуть-чуть потолще, да, и может быть здесь минус. Но по сути это не минус самого телефона. Поэтому здесь галочка достается каждому телефону. Ну и у нас наконец-то подошло время. Время нашего теста. Вышло больше часа, час двадцать пять минут. И тот и другой телефон были заряжены на сто процентов. Яркость выкручена на полную. И Redmi Note 7 сел на двадцать один процент. То есть у него осталось семьдесят девять процентов. Xiaomi Mi 9T сел на восемнадцать процентов. Восемьдесят два процента у него осталось. Победа здесь тоже достается Xiaomi Mi 9T. Это действительно один из самых долгоиграющих телефонов. И это, друзья, меня очень радует в этом телефоне. Ну и последний момент. Четырнадцатый один из самых важных. Это цена. Redmi Note 7 версия 4128 на Ali стоит приблизительно 12900 рублей. Или же около 192 долларов. Xiaomi Mi 9T версия 6128 на Ali стоит приблизительно 2300 рублей. Или же около 303 долларов. Ну и здесь последний и жирный плюс достается Redmi Note 7. Потому что, друзья, цена это всегда как бы респект. Если у телефона хорошая цена, то, как говорит, цены ему нет. Потому что на самом деле очень хорошие показатели. Видеокамера, конечно, уступает Xiaomi Mi 9T. Но ценник, друзья, у Redmi Note 7, вот особенно версия 4128, я себе взял. Именно эту версию стоит, ну, прям вообще копеечки, друзья. Потому что, ну, такой телефон многие себе могут позволить. Друзья, подведем итоги и посчитаем плюсы каждого телефона. Xiaomi Redmi Note 7. 7 плюсов. Xiaomi Mi 9T 12 плюсов. Понятное дело, Xiaomi Mi 9T здесь выигрывает. Но Redmi Note 7, я считаю, дал очень хорошую битву этому телефону. На самом деле, друзья, за эту цену Redmi Note 7 один из самых крутых. У него есть один существенный недостаток, как на мой взгляд. Это отсутствие NFC. Если бы не было этого недостатка, это был бы абсолютно крутейший телефон вообще на свете. И ценой бы ему не было. Друг, что ты об этом думаешь? Пиши обязательно об этом в комментариях. Вот такое небольшое сравнение. Всем хорошего настроения. Всем респект и уважуха. Всем пока-пока.